всем привет друзья с вами всегда я зову play и сегодня я вам у нас будет такой урок по devil studio давно не было видео новым канале но вот я вернулся надеюсь вы рады в общем-то попытаюсь продолжить опять записывать видео не как у меня не было времени четыре месяца за их не записывал видео в общем то ладно давайте перейдем к сути видео что что я хочу вам сегодня показать что урок впадал с у меня практически не было есть но они очень старые и там практически ничего не я не объяснил там все простые вещи сейчас я вам хочу показать как пользоваться этого студия при этом с хостингом то есть я потом объясню все сейчас покажу какую какое приложение мы сейчас будем делать точно какую тему вот я создал такое вот приложение на него я кстати уже сделал сайт если хотите зайти я скину ссылку в описании и так вот что тут у нас обычная регистрация и авторизация при этом с запоминанием аккаунта то есть запоминание аккаунта на сервере происходит самым я не буду вам его показывать этот его вот хостинг этот очень просто взломать особенно когда знаешь что там где лежит в общем то давайте попробуем зарегистрировать пользователи пользователя вот авторизация давайте попробуем ввести там юзер 123 пароль какой-нибудь такой вот такой пароль войти такого пользователя не существует ну и вправду потому что мы и выше мне зарегистрировали давайте попробуем его зарегистрировать так юзер 123 кстати хочу сказать то что тут минимальная длина пароля это 5 да давайте сюда еще отменяя длина пай западался минимальная длина пароля это 6 уже давайте создадим пароль ему простенький вот такой допустим и нажмем зарегистрироваться регистрация прошла успешно и теперь попробуем войти что пароль я тут немножко другой написал займем войти авторизация прошла успешно здесь я вам покажу чуть попозже давайте я еще раз покажу вам с авторизацией то есть вот мы перезапустили приложение и опять можем войти с этого логина давайте по быстрому покажу вот окей все зашли давайте попробуем зайти из несуществующего допустим юзер 1234 допустим пароль у такой до войти такого пользователя не существует если мы попытаемся опять создать такого пользователя такой пароль то нам скажет уж такой пользователь уже существует и собственно у меня есть мой основной аккаунт вот так он называется так сказать административный аккаунт и давайте я вам через него собственно я неправильно пароль написал через него я собственно покажу все возможности программы все авторизация прошла смешно окей кстати вы видели там еще вдавалась ошибка то что неправильно пароль и так что это вообще такое это у нас хранилище текстовых файлов там было написано уже в регистрации авторизации что что мы тут видим мы тут видим группу сохранения файлов и просмотры файлов значит в сохранении файлов мы тут пишем клинт название допустим тутор тутор пробил тутор на английском допустим вот такое название у нас будет можем загрузить какой-нибудь текстовой файл ты чтобы долго не писать и тут переписывать его мы просто можем его выбрать давайте допустим то есть мы тут просто можем писать вот так но можем точно также и открыть текстовый документ но и допустим его назовем привет а внутри напишем чем такой привет там пробел 1 2 3 там через вот так 7 2 3 там как на английском еще чем давать напишем на сохраняем и открываем в этой программе вот тут она читает у нас только текст и файлы и ищем значит вот он привет открыть и вот у нас открывается данный файл вот здесь точно так же мы его прям ой извините я сейчас включен по микрофон ударил при этом мы можем прямо сейчас вот ученики изменить допустим вот запомните собственно чем этот написали давайте чем еще допишем такой и попытаемся сохранить все файл успешно сохранен давайте попробуем его открыть да и скопируем название что долго не писать просмотреть вот и у нас выдается такое сообщение давайте попробуем перезапустить программу чтобы вам точно доказать что это все сохраняется на сервере так нет зайду со своего основного аккаунта все play и свой пароль реализация прошла успешно ну и давайте опять вставим и просмотрим то есть также есть такой для доп информации видите за play вводим за play и вот тут такое небольшое описание что сайтик на данной программы скинул вам собственно в описании кто хочет зайдите и так но а мы собственно начинаем а что этот первый урок то есть первая часть я посвящу регистрации авторизации и так что первым что он понадобится это сама давал студию я использую 2 studio с е или 2 studio 40 но ты под плюс плюс который мы будем писать скрипт для нашего сервера для приемника данных от нашего приложения созданного 2 studio на наш сервер и файл сделала клейн для того чтобы собственно подключиться к нашему серверу и изменять там всякие файлы создавать папки ну и собственно нам понадобится хостинг для этого мы открываем хостингер точка ру а там регистрируемся там регистрация очень простая создаем хостинг нажимаем здесь хостинг создать бесплатный там задаете настройки и важный момент обязательно ставьте субдомен или субдомен не знаю как он точно называется но я называю его субдомен что выбираете там обязательно субдомен иначе домен он во-первых платный а во-вторых он нам не нужен вот я в рул такой субдомен субдомен я его называю вообще двумя именем лана tutorialbox.hol.es значит здесь у нас файловый менеджер платный вот вот видите нужно сменить тариф на платный поэтому мы качаем файл сделала с помощью которой подключимся к данному серверу но перед этим как только мы создали хостинг заходим в конструктор сайтов естественно объясню для чего он у нас грузится вот он нам нужно для того чтобы в файлах нашего хостинга создались нужные нам файлы выбираем абсолютно вообще любой шаблон допустим этот выбираем загружается он можем тут ничего не изменяет давай чем-то напишем тут все вот так ну и опубликовываем ждем пока публикуется все завершено все можем закрыть и у нас собственно создались нужные файлы в нашем файловом менеджере ну точнее в файлах нашего хостинга теперь мы к нему подключаемся откроем файл сделала клиент ссылку на ноут и подпись плюс и файл сделала клиент вы найдете под описанием до студии уже сами найдете где-нибудь дальше значит заходим сюда в управление нашим хостингом копируем собственно сам хостинг вставляю его сюда в хост копируем имя пользователя вставляем сюда и копируем пароль который мы ставили для хостинга нет я не такой ставил он такой жмем тут ok и вот вот они наши файлы нашего сервера zero эта папка создалась после того как мы сделали сайт и так значит первое что нам нужно мы мы кликаем два раза по . ht ht access access не знаю как это еще можно назвать два раза кликаем он у нас скачивается в папку нашего юзера которым мы сейчас пользуемся вот мы его нажимаем правой кнопкой мыши или 3 ноут и под плюс плюс и добавляем здесь строчку такую после эрр документов пишем эрр документ 404 слэш not found . htm htm это нам нужно будет для того чтобы проверять существует ли такой файл или существует ли такой пользователь без него мы бы не смогли это сделать сделать сохраняем и прикидываем вот так на сервер выбираем перезаписать окей все все файлы успешно переданы этот можем уже удалить он им не нужен ну и пока что сворачиваем файл зилу и запускаем собственно наш делал studio для начала мы создадим папочку назовем название нашу и программ давайте просто текстбокс просто текстбокс без приставки f запускаем до студию вот она запускается сейчас короче мне повлезает очень много ошибок поэтому я просто его завершу у меня немножко забагалась до его студию си поэтому отодвинемые на другой план и достану воду судью 30 принципе они сильно не различаются запускаем на его студию и сохраняем его папку которую создали нет текстбокс ну и назовем приложение точно так же копируем потому что на 1000 понадобится что долго не писать и вот у нас вот эта форма вот эта форма у нас будет форма регистрации давайте ее сразу так и назовем создадим еще несколько форм это у нас логин сокращенно лог напишу и основная страница там не будет сохранять и файлы main так настраиваем форму рек форму рек настраиваем заходим настройки сами без диалог чтобы нельзя было изменять размеры нашего окна и убираем здесь галочки хотя я даже думаю так как уже вот ролик очень очень так затянулся я короче разделена три части первая часть регистрация вторая часть авторизация третья часть уже основная вот это основной этот окно так значит тут мы пишем регистрация телефон 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 все все телефон разбрались пишем регистрация текст текст бокс значит я люблю ставить цвет окна белый и давайте здесь напишем давайте без сильного такого оформления не буду писать добра пожаловать в текст бокс просто напишу тут регистрация так это же просто туториал регистрация поставлю здесь 16 шрифт какой-нибудь в размер поставлю где-нибудь ее то есть создам вот такую форму да но так поставлю и так знать чтобы нам этот текст разместить собственно посередине нам нужно его растянуть на все на всю нашу форму после этого выравнивание вот это первое мы играем то центр и вот она стала у нас по центру теперь создаем еще текст напишем логин логин 2 и . и однострочное поле примерно вот так стоп нет еще так хватит пишем подсказки логин и максимальную длину я люблю ставили на гилу я логин и 15 далее пишем пароль вообще зачем я это пишу можно же просто так скопировать вот так два раза пишем здесь пароль подсказки тоже пароль и максимальная длина 20 здесь тоже пишу пароль и 8 или на 20 так и тут нужно кстати написать нет нужно нам не пароль а повторите пароль есть тоже повторите пароль да кстати ребят я забыл вас предупредить я немножко болею у меня сейчас зачем как были меня немножко сейчас говорю мне сейчас период моей аллергии мне очень жесткая аллергия собственно и я не очень сложно сейчас как бы общаться и поэтому но я все равно решил все-таки записать видов мне очень хотелось и тут я немножко кстати промудрил вот так правильней вот так они будут по центру и поставим кнопочку она вот так или нет люток но радио так на чуть-чуть пониже переместим и так нажимаем это чем пишем заре зарегистрироваться все правильно и нужно все начинаю программировать давление события добавить события клик кстати да перед этим собственно выбираем здесь это форму нашу заходим события создания заходим и создаем глобальную переменную да кстати я вас хотел предупредить то что этот туториал не для чайников которые только-только начали пользоваться до студии а для тех кто уже хотя бы попользоваться им ей хотя бы неделю этим приложением им им пускай да создаем переменную сайт то есть мы поставим переменную сайт который у нас будет равняться нашему собственно хостингу вот это вот мы копируем обязательно перед нашим юрел адресом пишем http иначе будет выдавать ошибки и пишем здесь слэш и назовем как нибудь папку текстбокс окей и давай сразу тогда на сервере тоже создадим папку текстбокс которым будет сохраняться все данные в нашем ну все файлы наше приложение вот я сразу же в нем создадим тогда каталог юзер с которым будет юзеры все наши сохраняться значит теперь переходим уже сюда сюда мы вводим глобальную переменную сайт все ввели и начинаем программировать чуть-чуть расширю что подобнее было лишь первое что мы делаем проверяем все ли поля заполнены это сделать очень просто пишем и в все давайте кстати переименуем наши поля это назовем логин эту пас вам то есть пас 1 и пас тут у тебя 2 ты зарегистрироваться опять заходим и начинаем точнее пишем здесь что я делаю логин то есть если текст вот это вот поле будет равен пустому или пишем или копируем вставляем или вставляем значит тут мы изменяем тут мы пишем пас вам а здесь пас ту и значит пишем то есть если один из этих полей не будет заполнен то выдастся такая ошибка с кнопками ok одно или не сколько полей не заполнены так окей и закрываем пишем обратные условия лосы квадратную скобку сделал и и здесь дальше что мы делаем но после этого мы вводим все переменной той вводим переменной логин пас 1 по 2 логин будет у нас равняться то что написано у нас в поле с логином переменная п пас ван сокращенно у нас будет равняться то что было написано в послан и по 100 тоже сокращенно нас будет равняться то что было написано в посту и так дальше нам нужно сделать проверку то есть мы сделаем минимальную или на пароля 6 как сделать так чтобы он определял сколько символов мы написали вот в этой строке пишем ты создаем эту переменную в которой будет записываться собственно то сколько символов мы написали и есть такая функция стр лен что эта функция она у нас возвращает длину строки ну то есть она в эту переменную вводит то число которое является количеством фут за пупу количеством собственно символов кроме на все людей ну здесь было собственно пишем название данной строки данного поля си пас ван текст и значит команда if если переменная стр меньше чем 6 то удается такая вот ошибка с ногами окей минималь тихо минимальная длина пароля 6 и у меня не было это приложение но я тут это напишу мы напишем у вас у вас то что же такое у вас переменная стр место переменной стр будет вводить 100 число которое написали собственно написал собственно пользователь дело обратно условия иначе и значит дальше у нас идет проверка совпадают ли пароли пишем if переменная p о равняется переменной pt здесь мы сейчас будем работать уже самим сервером здесь сделаем обратные условия которым будет выдаваться вот такая то ошибка с кнопками окей по пароли не совпадают все закрываем а тут мы собственно сейчас берем и делаем проверку существует ли такой пользователь то есть не существует ли пользователя с таким логином для этого создаем переменную url сейчас объясню для чего url в которой мы собственно который будет равняться переменной сайт здесь будет писаться перед то что было записано переменной сайт то есть наш сайт те нет я же там уже написал users users логин то есть мы будем писать здесь создать папочку users в ней будет папки с логинами пользователей и в ней уже будет в файлах печь . печки будет записан и логин и пароль так не то юзер . печки то есть в этом файле у нас будет записываться собственно логин но это мы уже сделаем в приемнике сервера на сервере который будет создаем переменную http и есть такая собственно функция get headers которая берет все данные об этом файле пишем здесь url то сейчас я вам покажу выводим собственно с помощью команды при данные переменную http сейчас стоит все закроем чтобы не было баков вот и давайте попробуем как раз протестим все адрес к поле не заполнена 123 ну тут все будет вот так 12345 не давайте пока чтобы не хватало 12345 или на пароль 6 у вас 5 давайте попробуем добавить а4 все правильно 6 пароль не совпадают 6 и от удается вот такая вот то есть этого назначение применой вот нам нужно вот эта вот строчка то есть http 1.144 not found он не нашел такого пользователя поэтому программе мы делаем собственно проверку убираем эту команду она нам не нужна пишем здесь проверка если http в ячейке 0 вы видели там была ячейка 0 и ячейки 0 равна http 1.144 not found то у нас идет получается отправка файлов на сервер мы ее сейчас напишем давайте создадим обратные условия иначе ошибка с кнопками ok нам скажет то что типа иди нафиг такой пользователь уже существует такой польза пользователь уже существует все правильно значит вот так его продвигаем закрываем эту скобку здесь делаем отправку данных на сервер как мы делаем отправку делаем ее командой файл get contents здесь мы пишем путь до нашего приемника то есть до нашего файла тире приемника что здесь мы пишем переменная сайт и название нашего файла как мы его живем давайте юзер кэр ну то есть юзер клеит сокращенно . печки задаем теперь переменные чтобы передать переменную нужно ставить вопрос название допустим переменную первую это юзерный не верный 5 чтобы указать значение этой юзерные вот этой переменной мы с вами равно здесь закрываем кавычку уберись ставим пробел . пробел и здесь мы уже пишем значение данной переменной но мы не просто здесь пишем логин мы ее перед этим кодируем кодируем в юрил мы пишем юрил энкоды носить на собственно в нашем приемнике мы будем использовать команду юрил д коды здесь мы кодируем и вставляем сюда применную логин все оставим точку то что завершили да теперь если хотим еще какой-то перемен написать опять же ставим кавычки здесь ставим знак and вот паспорт назовем ее равно и опять точно так же пишем юрил энкоды сколько впишем переменную по спас 1 но принципе вот мы запрограммировали нашу кнопку теперь осталось дело за малом сделать приемник приемник там сделать уже вообще и маленький ребенок справиться но хотя маленький ребенок который знает язык печки я имею ввиду так сейчас проверим все правильно юзернейм и паспорт запоминаем черный паспорт все правильно стоит вроде и так значит сворачиваем нашу дэву студию и создаем здесь текстовый документ полностью уделяем название пишем здесь название юзер cr.php да и нажимаю про кнопку мыши и здесь мы что пишем но пишем то что это язык печки печки делаем конец так и собственно здесь мы для начала вводим переменные которые мы отправили что-то были делать первые примеры это у нас будет юзер то есть наш логин пишем тут теперь команду юрил д коды здесь мы пишем переменная ниже подчеркивания нет то есть то что мы получили и название то что мы там писали юзер нейм теперь пишем абсолютно точно также только уже переменную пас юрил д коды простите опять же ставим переменную get и называется она у нас паспорт так после этого мы собственно делаем проверку можем ли мы создать ну или точнее как сказать функция мкадир она так скажем проверяет создалась ли папка там можно так сказать я точно ее призначение не знаю но точно знаю то что она определяет создалась там что-то или нет и так пишем if вас летатель знак типа не выполнилась мкадир сейчас объясню все что мы тут будем писать что здесь мы пишем директорию я забыл создать переменную применную дир то есть директорию у нас будет получается . это будет она у нас определяться как за место где лежит сейчас файл юзерс переменная логин и все пишем здесь переменную тир директория запятая пишем права доступа там очень много есть прав доступа но самое лучшее это 077 потом когда-нибудь в следующих уроков вам про это тщательно и безю объясню но ну короче потом я вам это все покажу и пишем true типа выполнилась то есть если мкадир не выполнилась то такое сообщение да и так вот так нужно написать не не удалось создать создать пользователя закрываем скобку пишем обратные условия иначе хочу дел и собственно создаем файлы 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 у нас создаются командой файл put contents создаем 2 файл put contents потому что нам нужно создать два файла с логином и паролем закрываем так не так вот так здесь мы пишем путь до файла путь до файла который нам нужно создать сна то есть путь куда нам нужно заместить этот файл пишем и users переменной логин как назовем файлы юзер . печки через запятую в кавычках тоже пишем собственно значение которое запишется в наш этот файл то есть перевела юзер здесь мы сразу пишем то же самое только с паролем users папочка под названием переменной логин только пас . печки теперь задаем значение опас ну и все вот мы и сделали приемник так скажем будет принимать все наши данные который будет управлять сервер все сохраняем закрываем и прикидываем ее на сервер приведем ее в паку т текстбокс текстбокс просто так открой что не хотел открывать все открыл т текстбокс нам нужно а ну да ешь в папке который нам нужно был и прикидываем сюда юзер кара юзер креет все все файлы успешно переданы давайте проверим запускаем наш программа лишь и проверим все наши проверки но тут мы уже проверяли с этим напишем 123 пользователя 1 2 3 4 5 с этим это же а ну мы все проверки в принципе проверили ну кроме того что типа пользователь существует или нет сейчас проверим создадим пользователя с таким паролем и так а ну да я там по идее зарегистрировался давайте опять попробуем я просто был там добавить типа такое сообщение диалог успешно создан аккаунт 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 и он все равно зарегистрировал с и значит мы в чем-то допустили ошибку файл не создался в чем проблема давайте проверять и как раз таки вместе с этим создадим такой вот польза хватель успешно нет даже реки что такое регистрация успешно завершено информация окей так дальше но по идее с этим все может тут какую-то ошибку допустили вроде не должны были да нет все правильно тут с проверкой они если бы проверка глючила то там бы создался он значит давайте проверим скрипт так юзер пас юрел до коды нет черный пасворд юзерный пасворд так не то юзерный пасворд все правильно директория users а переменной логин да сорян сорян запутался по привычке уже начал писать переменная логин а нам нужна переменная юзер главное тут написал что-то мне только что без странная вещь красиво так тут тоже чушь логиня ну ладно не буду обращать на это внимание просто так значит ну все мы все исправили по идее юзер все сохраняем и опять перекидываем до проблемку допустили конечно заменяем его опять же чуть 5 включил 100 окей и проверяем 1 2 3 1 4 5 6 5 6 регистрация завершена давайте попробуем еще раз такой пользователь уже существует так теперь давайте проверим сохранился ли у нас пароль обновить на вот она создался юзер если у нас папка назвалась то счета абсолютно правильно то значит здесь у нас записано все точно так же тоже ставили мы одинаковые примены давайте проверим с паролем это все что-то будет делать седит визнута подпись да все правильно у нас записывается удалим пока что это пользователя чтоб не мешался и собственно ждите следующей серии не знаю когда я ее запишу завтра возможно послезавтра возможно после послезавтра возможно послезавтра послезавтра была на всяком случае просто ждите следующей серии кто хочет регистрации мы успешно завершили конечно нужно не пока что не буду ставить буквы пароля потому что нам еще надо будет сравнивать и создавать форму логин что форму логин мы будем создавать уже в следующей части всем спасибо что посмотрели я забыл закрыть а да кстати ребят забыл в самом начальном нужно было сделать проект настройки проекта и здесь записать текстбокс чтобы у нас снизу высвечивалась тоже текстбокс ну ладно всем спасибо что смотрели с вами был за уплыть все начнем встреч всем пока пока